Друзья, привет, друзья! Алексей Бунасвязи. Что я хочу сегодня поговорить? Я хочу рассказать вам видение и дать рекомендации, подход к тому, как сохранять семью, как сохранить свою семью, как сделать семью прочной, чтобы мужчина мог полагаться на свою семью, знать, что в какой-то момент женщина не потребует развода или не уйдет, или семья каким-то образом не разрушится. То есть это очень важно для жизни, для того, чтобы мужчина был уверен. То есть если семья рушится, к сожалению, возникает неуверенность у мужчины, и мужчина может очень долго страдать из-за этого. То есть это производит последствия. Смотрите, основа крепкой семьи, стабильной семьи, это то, что мы уже говорили, это лидерство мужчины, это то, что мужчина занимает главенствующее положение в семье. К сожалению, в современном мире распространяется идея того, что партнеры, мужчина и женщина должны быть равноправными. Они должны быть равноправными. Вот я и эта идея, она аналогична, есть несколько идей, которые вот выглядят красиво, а на самом деле они разрушительны. Это вот идея равноправия мужчины и женщины в семье и идея, такая вот красивая идея, которую некоторые продвигают, как многополярного мира. Зачем нам однополярный мир? Давайте будет многополярный мир, который на самом деле проходит хаос. А в семье это то же самое. Рути дела, когда продвигается идея о том, что мужчина и женщина должны быть равноправными, говорится, ну это многополярный мир. Вот у нас такой вот и то, и то. А как вы себе представляете? Я хочу вот этих людей спросить, а как вы себе представляете принятие решения в семье, в которой мужчина и женщина равноправны? Это красиво на словах, да? То есть, как правило, люди говорят на следующее. Ну, они вот сядут за стол, семейный совет, и вот они начнут обсуждать. Все это красивые слова, а в реальности. Проблема в том, что мужчина и женщина по-разному видят будущее. У них принципиально разное видение будущего. Если мужчина может планировать на много лет вперед, и при принятии решения, как правило, так и делает, он планирует. За исключением каких-то импульсивных решений, которые это отдельные, это нужно взять под контроль. Мужчина планирует на много лет вперед, то есть на длительный срок вперед. Поэтому, когда мужчина предлагает какое-то решение, он уже каким-то образом пропланировал, как это будет выглядеть в будущем. Потому что это. Женщина отличается от мужчины тем, одной из вещей, то, что она не планирует на будущее. Ей не нужно физиологически, исторически, культурно. Женщине это не нужно. Женщина всегда отдавала эту роль мужчине. Именно поэтому в прежнем всегда мужчина был лидером, потому что он умеет планировать в будущем. Женщина планирует буквально на сегодня, на завтра, на самое ближе, может быть, на месяц вперед, какую-то неделю. Какие-то вот эти вещи женщина, вот да, вот какие-то, допустим, если мы едем в магазин покупать еду, жена может сказать, слушай, а давай вот так подъедем, потому что так будет выгоднее. Ну, это все на ближайшие часы, вот прямо близко к настоящему времени. Мужчина же планирует на длительный срок. А вот представьте себе, как это должно быть выглядеть. Мужчина и женщина, муж и жена садятся за стол, и мужчина говорит, нам нужно принять это решение, потому что если мы это не примем, через пять лет произойдет что-то не очень хорошее, мы там потеряем. А женщина это не видит. Понимаете, не то, что она не согласна, не то, что она против, не то, что у нее есть другое видение, у нее просто ничего нету. Как вы представляете договориться с этим человеком, если это вне его просто реальности? Это как же, как с ребенком. Вот родители, да, говорят ребенку, слушай, ты пальцы не ставь в розетку, это опасно. Вы не можете с ребенком об этом договориться, потому что он не понимает эту опасность. Вы можете ему только приказать, ограничить, может быть, какой-то силой, может быть, каким-то эмоциональным воздействием или авторитетом своим, или просто вот физически взять его и оттянуть от розетки. Понимаете, вы не можете с ним договориться, потому что у ребенка нет вот этого понимания того, что может произойти. Вот у женщины то же самое, у нее нет понимания того, что она просто это не видит, там пустота. Поэтому у меня вопрос к этим всем апологетам вот этого договора, вот этого семейного совета. Как вы можете договариваться с человеком, у которого этого просто нету видения? Это представьте себе, что вы планируете поездку, и вы предлагаете своему партнеру, своей супруге поехать на какой-то курорт, да? И вы там уже были, вы знаете, что там. Она там не была. Как вы можете спросить ее, слушай, а какое твое мнение, должны ли мы туда ехать? А у нее просто это отсутствует. Единственное, женщина может не признаваться в том, что у нее это отсутствует, и тогда она вместо того, чтобы знание о том, что будет происходить, она берет какие-то цитаты каких-то своих подруг, быстренько такой вот она берет, а мне там Клава сказала это, а Марилин сказала это, и вот она берет вот, что она там подслушала где-то. Короче, слухи, непроверенная информация, и это она может только предъявить на вот таком семейном совете. То есть мужчина говорит, я вижу, что в будущем произойдет вот это. А жена говорит, а мне соседка сказала, что вот это и вот это. Как вы себе представляете, может быть здесь какое-то обсуждение? То есть его просто не может. Поэтому просто не может, к сожалению, просто потому, что это не может в принципе. И, к сожалению, вот эта идея равноправия, она продвигается, активно продвигается. И, в общем-то, многие ее приняли, и это ослабляет мужчину, потому что очень часто мужчина, не понимая последствий, принимает вот эту идею равноправия, что я там буду советоваться со своей женой. Понимаете, вы должны, естественно, когда вы принимаете решение, вы должны принимать мнение своей жены. То есть выслушать ее, то есть получить от нее такой фидбэк, то есть ее мнение принимать. Но принятие решения – это другое. Принятие решения за вами должно быть. И счастливые истории, где все в порядке, это там, где женщина принимает лидерство мужчины. Она ему доверяет, она как-то принимает, что да, я нахожусь в подчиненном положении, в контролируемом положении, и я принимаю, я отдаю тебе возможность принимать решение. Вот почему семьи с филиппинками более стабильны. Опять же, не всегда, потому что есть случаи по-другому, потому что на Филиппинах принято, женщина, девушка воспитывает, девочка воспитывается так, что она принято отдавать предпочтение или лидерство мужчины. Вот это все в порядке. Вот смотрите, у меня сейчас растет дочь. Вот моя супруга, она вечером говорит нашей дочери, иди, ну не знаю, поблагодари папу, скажи папе спокойной ночи, подойди к папе, обними его. То есть она изначально учит тому, что надо как-то проявлять знаки уважения, внимания, даже покорности некоторой по отношению к мужчине. Вот здесь есть такая культура. Поэтому в среднем здесь, за каким-то исключением, семьи более стабильны. За исключением тех случаев, когда мужчина приезжает на Филиппинах, но у него уже он заражен этой идеей о том, что должно быть равноправие. И тогда он очень быстро испортит свою жену. Он начнет с ней советоваться, и в конце концов он запутается. Я это прошел на своем опыте. Я вот часто говоря, я говорю не потому, что я изначально такой мудрый, потому что я это выучил. Я начинал советоваться вот по привычке, потому что так был воспитан. Ну, не то, что воспитан, а вот эта идея вот этого равноправия, она во мне то была. То есть поэтому я и делаю эти ролики, потому что я от этого как-то избавляюсь, и избавился, и избавляюсь еще, и так далее. То есть я пытался советоваться. И каждый раз, когда я начинал советоваться с девушкой, с женой, появлялась какая-то запутанность. Я просто не мог разобраться. А что? Потому что изначально женщина не предназначена, не запрограммирована на обсуждение. Она запрограммирована на принятие мнения мужчины. И слава богу, на Филиппинах это достаточно быстро, потому что жена так и говорит. Ну, ты реши это. То есть на Филиппинах это изначально было понятно, что женщина отдает предпочтение мужчине. Она ждет, чтобы он это решил. А если вы отказываетесь решать и говорите, давай вместе, то скажи мне свое мнение. Вот ее мнение, это всегда какое-то такое, ну, не хочется какое-то негативное, но это бред. Это какая-то галлюцинация. Это где-то она что-то услышала, это услышала то, и вам это все приносит. И вы должны теперь принять это во внимание в то время, когда вы, основываясь на своем опыте, видите, как вещи должны развиваться. Поэтому вот первая базовая вещь, на которой основана крепкая семья, это лидерство мужчины. Возникает второй вопрос, который я сейчас не буду рассказывать, потому что по времени, а расскажу на следующих роликах. А как поддержать это лидерство? Потому что это лидерство надо поддерживать. Да, женщина на Филиппинах и другие, многие женщины, скорее всего, они принимают это лидерство. Но его надо все равно как-то поддерживать, не отдавать. Если вы заражены идеей, что должно быть равноправие, вы очень быстро отдадите это лидерство, и у вас семья начнет попадать в такой беспорядок, хаос, хаос начнет. То есть это лидерство как-то еще надо поддерживать. И вот в следующих роликах я планирую рассказать, как это делать конкретно, какие-то шаги. Но основа все равно первенство мужчины, лидерство мужчины, крепкая семья основана на лидерстве мужчины и поддержании этого лидерства. Всего хорошего, до связи.